Добудет свет! Добудет свет! Сегодня мерзли, но не переживайте, тепло еще будет. Чуть позже все расскажем. А еще покажем нашу землячку, она в голосе. Меня зовут Артем Михалков и вот чем отметилось начало рабочей недели. Среди погибших в поселке Старатели в Красноярском крае были жители Хакасии. Расскажем, чем помогут власти. Вот нашли эту ужасную находку. Совсем уже люди, как говорится, оборзели. Абаканцы нашли кости животных на Северной дамбе. Анна Янгулова выяснила, кто будет это убирать и когда. Правительство Хакасии отберет у Абакана деньги на развитие. Такую интернет-статью сегодня обсуждают и журналисты, и чиновники. Екатерина Лукьянова расскажет, откуда взялась информация и почему ее кинулись опровергать первые лица республики. В Абакан приехал блогер из Москвы, известный как Руки-базуки, чтобы подраться с местным блогером-маргиналом. Расскажем, почему на ютюбе на это смотрят миллионы. Среди погибших рабочих на золотом прииске в Красноярском крае три жителя Хакасии. Все жили в Ширинском районе, сообщил глава Сергей Зайцев. По последним данным пострадало 44 человека, 15 погибло и 5 пропало без вести. Их помогают искать наши спасатели. 12 человек с кинологическим расчетом отправились в Красноярский край на выходных. Напомним, в субботу утром в поселке Щетинкино произошел прорыв пяти дамб. Сильная волна, по словам очевидцев, в 4-5 метров смыла два общежития, в которых в этот момент спали рабочие. Около 80 человек. Все дамбы были возведены незаконно. Сейчас кинологи и водолазы ищут пропавших без вести. Интерфакс пишет, что семьям погибших будет выплачена компенсация в миллион рублей. Власти Хакасии также думают о помощи. Администрация Ширинского района на своей машине отправила одну из семей погибшего в Красноярский край. У родственников своих средств не было. Тепло в Хакасию еще вернется, прогнозирует гидрометцентр. Однако самая холодная ночь в октябре сегодня. Температура воздуха опустится до 12-15 градусов со знаком минус. Вся неделя будет без осадков и ветренной. А в пятницу, 25 октября, снег и сильный ветер до 15-20 метров в секунду. Однако с завтрашнего дня температура воздуха начнет расти и к концу недели днем будет плюс 8, плюс 13. Первую неделю ноября погода также обещает нас порадовать. Будет относительно теплой. Днем плюс 3, плюс 8. Ночью минус 3, минус 6. А теперь материал не для слабонервных. Жители Абакана, прогуливаясь с собакой за северной дамбой, обнаружили свежий скотомогильник. Он внушительных размеров и состоит из останков крупнорогатого скота. Вчера с женой поехали вечером гулять с собаками. Обычно в другое место ходим. Тут уже темняло, пошли в это покороче, думаем, пройтись. И вот, нашли эту ужасную находку. Совсем уже люди, как говорится, оборзели. Тут, в принципе, очень часто периодичностью появляются свалки. Люди просто выезжают с телегами и выбрасывают мусор из дома. С костей снято все мясо. Вероятно, в таком количестве скот был забит на продажу. По количеству хребтов видно, что здесь останки как минимум 10 животных. Земля принадлежит управлению инженерных защит. Сейчас наш эколог созвонился. Тут у нас ветеринарный контроль в республике Хакайс. Они уже в курсе темы. Сейчас они туда выйдут, решат. Ну и будем принимать меры по определению, куда их там скажут, вывезти. Потому что это отходы опасные. Их просто так не увезешь там на свалку, не выкинешь. Их надо куда-то лезть и закаранивать. Ну, в общем, они определят, нам подскажут. И мы это все дело уберем. Управление инженерных защит обратится в полицию, чтобы найти автора свалки. А чтобы помоек на берегу Абакана было меньше, инженеры уберут все лишние съезды с дамбы. Абакана. Внимание у владельцев малого бизнеса. До конца этого года министерством экономического развития выделены государственные денежные средства на развитие бизнеса в моногородах. Цель – пополнение оборотных средств и покупка основных средств. Некоммерческая организация «Гарантийный фонд микрокредитная компания Хакасий» предлагает микрозаймы от 100 тысяч до 3 миллионов рублей на срок до 3 лет. Ставка в зависимости от наличия залога и вида деятельности от 3,5 до 10%. Абакан, Пушкино, 165, 7 этаж, помещение 54. Абакан может лишиться денег на школы, садики, дороги и скверы. Новость об этом заставила правительство оправдываться. Екатерина Лукьянова расскажет, почему и как с этим скандалом связана гибель Булакина. Певица из Хакасии прошла слепые прослушивания в телешоу «Голос». Юг Сибири знает Анастасию Юст по нашему вокальному конкурсу. Куртки и пуховики по оптовым ценам. Колхозная 34, вход со стороны Кирова. Куртки и пуховики по оптовым ценам. Колхозная 34, вход со стороны Кирова. Смотри, какой выгодный процент «Финанс Инвест». И что, не врут? Сбережения так быстро растут? Не врут. Мы в прошлом месяце холодильник новый купили на выплаченные проценты. Сбережения под 12,6% годовых. Деньги должны работать. Дружбы народов 10. Успей купить за полцены пальто, плащи, пуховики. Сезонная распродажа в магазинах. Черты Гашеву 89. Встречайте Новый год ярко и со вкусом в ресторане «Фудбар 114». Вас ждет новогодняя атмосфера, живой звук, шоу-программа и обновленное банкетное меню. Найди свой эффектный стиль для этой осени в новой коллекции эксклюзивных пальто, офисных костюмов и дизайнерских моделей одежды. У нас про стиль. У нас про восхищение. Магазин «Парадайз». ТЦ «Орбита». Ну, извините, грубо скажу, кнопка «Дава». Нужно кого-то выбрать и показывать на них пальцы. Сказали так, что поставим на вид. Первый этап был выполнен, и ему казалось, что все хорошо. Я сам выйду из фракции. Много шума наделала сегодня статья Агентства информационных сообщений о намерении правительства Коновалова отобрать у Абакана сотни миллионов рублей. И о том, что мэр Николай Булакин предрекал свою гибель, если это произойдет. В полемику по этой теме вступил даже сам Валентин Коновалов. Обвинив Агентство во лжи. Но Екатерина Лукьянова пришла к выводу, что дыма без огня нет. И снова ноги растут от администрации Коновалова, которую возглавил очередной варяг Николай Миронов. Статья с ужасным заголовком появилась на сайте Агентства информационных сообщений утром. Агентство приводит цитату Николая Булакина. «Если они это сделают, я не доживу до ноября». Так погибший мэр говорил о намерении правительства Коновалова отобрать деньги в пользу республики из-за баканского бюджета. Источник в мэрии эту информацию нам подтвердил. Якобы мэра об угрозе отъема денег предупредил глава администрации Коновалова Николай Миронов. Возможно, это был единственный способ надавить на принципиального Булакина, который всегда отстаивал город и не боялся открыто критиковать новую власть. Это кадровая проблема. Это кадровый вопрос нашего правительства. Студенческое выражение любимое. Конкубинативный промискуитет. Вот это то, что происходит. Это, так сказать, образное выражение. Ну, безобразие форменное происходит. Жуткое совпадение, но Николай Булакин действительно не дожил до ноября. Законы в самом деле позволяют забирать у городов и районов деньги в региональный бюджет. Этот механизм называется обратным трансфертом. Абакан – самый богатый город Хакасии. И по прописанной в законе формуле власти вправе отщепнуть из городской казны почти миллиард рублей. А это 40% бюджета. Излишками их не назовешь. Помимо обязательных расходов, Абакан способен тратить на развитие не так уж и много. Всего это где-то примерно в зависимости от года от 300 до 400 миллионов рублей вся инвестиционная составляющая. Муниципальных денег, которые идут на дороги, скверы и софинансирование нацпроектов. Это вот мы зарабатываем, и они у нас все идут на вот как раз... Причем у нас есть стройки социальные. У нас же нет там ничего такого. У нас школы, детские сады, дороги, двери, парки. Все открыто, прозрачено. Для нас это огромные деньги. И если это произойдет, конечно, это поставит средств на все инвестиционные составляющие. Если забрать у Абакана эти 300-400 миллионов, город забудет о ремонтах, благоустройстве и стройках. Если больше, под угрозой уже социальные расходы и программы. А это зарплаты и льготы. Методика может применяться к избыточно насыщенным финансами города, допустим, или района. Но мы сами понимаем, что город таковым не является. То есть у него нет избыточных средств. Не было заложено в программе Коновалова. Если они сегодня будут использовать такую методику насыщения республиканского бюджета, то грош цена этому правительству. Поэтому им необходимо заняться своими делами, о которых они говорили в период предвыборной кампании. И принятие такого решения просто недопустимо. Им необходимо выполнить свои предвыборные обещания, в которых они ни одного слова не говорили об отрицательном трансферте. Примеры отрицательного трансферта в России есть. Этим, например, воспользовался Ханты-Мансийский округ. Власти богатого нефтяного сургута сами попросили забирать городские деньги, ибо не знали, куда их тратить. У нас нет нефтяных вышек и крупных производственных предприятий. Угольные разрезы зарегистрированы в районах. В соцсетях Валентин Коновалов намерение правительства залезть в городской карман назвал ложью. Но сколько уже раз он назвал ложью то, что оказывалось правдой. Скорее всего, разговор Миронова с Булакиным о грядущем от заведениях был. Иначе вряд ли мэр стал бы обсуждать это со своей командой. Любопытно, что заботу Коновалова о городе после гибели мэра абаканцы уже восприняли как бесцеремонную попытку залезть в чужой огород. От правительства я дал поручение курировать городские дела руководителю администрации Николаю Михайловичу Миронова. И соответствующие поручения даны всем профильным министерствам. Трюк с отрицательным трансфертом хотели проделать в Екатеринбурге. Забрать у города в пользу области почти 2 миллиарда рублей. Но общественность этого не позволила. Екатеринбуржцы свой город отстояли. Вслед за главой опровергнуть информацию об отрицательном трансферте поспешил сам Николай Миронов. Руководитель администрации Коновалова сказал в газете «Шанс», что у республики и города конструктивные отношения. Далее цитата. Никто и никогда не говорил с Николаем Генриховичем про трансферты. Этой темы не было вообще. В день его гибели мы с ним говорили о развитии образования, о книгах. Он был очень начитанный человек. У нас с ним складывались хорошие человеческие отношения. Он, как я знаю, неплохо обо мне отзывался. Ценил наше общение. Считаю, что пора прекратить этот омерзительный и низкий пиар на памяти Николая Генриховича. На любви к нему горожан. Именно омерзительный и именно пиар. Ради хайпа и личной выгоды. Давайте беречь имя этого прекрасного человека, не окружать его скандалами и сплетнями. Звучит убедительно, но при этом господин Миронов почему-то умалчивает о том, что за несколько дней до смерти Николая Булакина Валентин Коновалов представил хакасским депутатам проект закона о бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в республике Хакасия, который упрощает процедуру изъятия денег из муниципального бюджета в бюджет республиканский. И в тот самый момент, когда в день похорон мэра толпы людей шли к драмтеатру, депутаты хакасского парламента рассматривали этот закон. Выходит, что Коновалов, обвинив по лжи информагентство, сам солгал о том, что у правительства нет планов на обратный трансферт. Доказательство его же собственный законопроект. Опровержение Миронова в этом свете тоже неубедительное. Ему скандал с трансфертами и шантажом может стоить краха политической карьеры. Команда Булакина завела в социальных сетях аккаунты, чтобы информировать о городских делах абаканцев. Раньше это делал Николай Генрихович. В инстаграме пока мало записей. Администрация информирует, что новости теперь искать тут. Во Вконтакте аккаунт создан 18 октября. Подписчиков там мало, но они растут быстро. Городские стройки, ремонты дорог, утренники в детских садах или выпускной в музыкальной школе. Все это теперь искать у команды Булакина. В соцсетях народного мэра последняя запись сделана в день его гибели с открытия нового лицея. Известно, что свои страницы градоначальник вел сам и на вопросы в комментариях отвечал лично. Кстати, горсовет на ближайшей сессии присвоит Булакину звание почетного жителя города. Комиссия предложения рассмотрела и вынесла на голосование. Приглядел, угнал и попал в аварию. В Сорске на месте аварии с двумя автомобилями «Жигули» и «Фургоном Хонда» оказался угонщик. Как выяснили автоинспекторы, мужчина без прав, с признаками опьянения, сел за руль чужого авто и врезался в другую машину. Медицинская помощь водителям не понадобилась. Далее еще пять коротких новостей. Россельхознадзор Хакаси изъял у предпринимателя чуть больше тонны просроченного мяса курицы. Специалисты решают, как утилизировать продукцию. Владельцы мяса получат штраф, сообщает Россельхознадзор. Мэрия Абакана на мостах и путепроводах в городе устанавливает знаки ограничения скорости до 40 км в час. Процедура ежегодная, чтобы снизить аварийность на дорогах в зимнее время. Ограничения снимут весной. Полицейские Абаканы изъяли 290 литров водки без документов. На въезде в город автоинспекторы остановили машину с коробками подозрительного спиртного. Было 580 бутылок, как пояснил водитель. Алкоголь он хотел продать. Мэр Красноярска объявил, что на крышу Биг Бена в центре города теперь будут водить экскурсии. Сейчас специалисты продумывают, как это сделать лучше. И, возможно, к декабрю уже пустят первых посетителей, сообщают Сибновости. Специалисты китайского зоопарка сняли на видео, как детеныш панды пытается перевернуться со спины на живот. Портал 120SU сообщает, что пользователи сети назвали сотрудников бесчувственными. Но как они пояснили, все правильно, чтобы панды были самостоятельными. Но сердце не подсказывает, что дальнейшее сотрудничество, работа мы продолжим с Валерием Сюткиным. Певица из Хакасии на телешоу «Голос» сама выбрала себе наставника. На слепых прослушиваниях к ней обернулись трое из четверых. Медиагруппа «Юг-Сибири» полезно позавтракала со своими партнерами. В приятной обстановке и без официоза предприниматели узнали, что интересного произошло в компании в этом году и что ждет рекламный рынок в 2020. И на какую поддержку от правительства могут рассчитывать бизнесмены республики. Бизнес-тренер Ольга Стасинок проводит для партнеров «Юга-Сибири» мастер-класс. Эта уверенная в себе и харизматичная женщина знает все об эффективном управлении, в том числе в условиях кризиса, и дает реальные инструменты для решения конкретных задач. Компания должна обучать своего сотрудника. Почему компания обучает? Своя специфика и свои правила. Фонд развития Хакасии рассказал бизнес-сообществу республики, на какую поддержку от правительства они могут рассчитывать. Поделился, какие программы, форумы и проекты для бизнесменов есть в регионе. Если вам нужно сертифицировать ту деятельность, чем вы занимаетесь, либо то, что вы производите, вы можете обратиться к нам, и фонд развития оплатит за вас эту сертификацию. А еще проконсультирует по документам, брендингу, налогообложению и юридическим вопросам. Понятно, что многие услуги не дешевые. Но когда государство компенсирует хотя бы части, это приятно и глупо этим не пользоваться. А еще заработал совместный проект, по которому вместо бизнесменов за рекламу на Юге Сибири заплатит государство. Надеюсь, что предприниматели, которые будут получать данную услугу, будут тоже довольны. Тем более предновогодний начинается период. И надеюсь, что выручка у предпринимателей благодаря этой поддержке возрастет несколько раз. Юг Сибири с партнерами тоже пообщался. Мы интегрируем название Нотабена, интегрируем в остальные проекты. То есть у нас теперь Нотабена разберемся, Нотабена дети, Нотабена итоги. Час Юга Сибири лидер по просмотрам в городе. Это данные телеизмерителя Медиахилст. Когда есть возможность посмотреть федеральные новости или скандальные передачи, зрители выбирают Нотабена. Это объективный показатель того, что новостной бренд сильный. Говорили на встрече и о перспективах. В следующем году у Юга Сибири будет больше площадок для продвижения товаров и услуг. У нас появится в 2020 году 5 телеканалов цифрового вещания, которые позволят нашим рекламодателям еще больше, еще эффективнее размещать рекламу. У нас остаются наши 4 радиостанции. Также с разной аудиторией для наших рекламодателей и для наших слушателей. В том числе любимая собственная радиостанция Сибирь. А еще сайт Медиагруппы, соцсети и несколько разных телепроектов. Вот что говорят партнеры Медиагруппы, с которыми мы работаем, мы реализуем совместные проекты. Нам нравится с вами сотрудничать, мы будем с вами сотрудничать. И мы будем подписывать сейчас предложение, которое поступило от лица компании. Мы всегда с вами. Вы очень сильно развиваетесь. Это видно. Видно, что вы растете. Видно, что вы все время в тренде. Что двигаетесь дальше. И своих клиентов за этим влечете. Это классно. Я очень удивилась, что компания берет все направления, даже сложные. Интернет-маркетинг или еще какие-то вещи, которые по большому счету сейчас в принципе проблематичны. Эта компания берет все эти направления. Для чего? Для того, чтобы быть максимально полезными для своих клиентов. Форум партнеров – традиция Юго-Сибири. И их медиагруппа проводит ежегодно. Вероятно, поэтому в зале ирландского паба «Лимерик» не было ни одного свободного места. Это первое. Московская интернет-звезда приехала в Абакан, чтобы подраться с нашим блогером-маргиналом. Олег Монгол против Кирилла Терешина, известного как «Руки-базуки». Все как у настоящих бойцов. Ринг, зрители, рефери. Это похоже на очередной пиар-ход владельцев интернет-каналов. Если это так, то он сработал. Сегодня у боя Монгола просмотров на Ютьюбе, как у нового клипа «Рок-звезды». Зрителей, конечно, не тысячи, но вот просмотров на Ютьюбе за двое суток уже больше полутора миллионов. Бой между Монголом и Синтоловым Качком, а точнее его организация, прошли как у настоящих бойцов. Даже пресс-конференцию собрали. Не дождавшись встречи в клетке, повздорили бойцы прямо перед фанатами. Но это скорее затравка для зрителей, чтобы посмотрели сам бой и узнали, кто сильнее. Олег Монгол или Кирилл «Руки-базуки» Терешин? Волнение, конечно же, было изначально, но я понимаю, что бой по любому будет, я не должен волноваться. Кирилл Терешин прилетел из Москвы. Он родом оттуда. Блогер готовился к встрече с маргинальным черногорцем. Прославился Терешин тем, что накачал себе бицепс с синтолом. Специальное вещество для придания мышцам объема. Часто светился в ток-шоу на федеральных каналах и в интернет-проектах. Я его заваляю по полупрограмме. Держите краба, пацаны. А это уже наша интернет-звезда. Маргинальный Олег со своей свитой из Черногорска. Они прославились тем, что выкладывали в сеть свои вечеринки и драки. На волне известности в соцсетях Монгол тоже мелькнул на ТВ. А одна из последних его громких работ – съемка в клипе Артура Пирожкова вместе с Михаилом Галустяном. Я прошу прощения, но мы прибыли в правильное место назначения. Это наша локация. Ошибка исключена. Бой без правил закончился тем, что Монгол повалил Кирилла и локтем надавил на шею. Терешин сдался. Отметим, после всероссийской известности из инстаграма Монгола пропали все старые фотографии и видеоролики. Похоже, в его интернет-жизни новая глава. Или новый продюсер. И еще о звездном пути. Наша землячка Анастасия Юст прошла слепые прослушивания и попала в команду Валерия Сюткина в шоу «Голос». Очаровала певица песней на стихи Роберта Рождественского. Из четырех наставников первым повернулся Сергей Шнуров, затем Константин Меладзе и Валерий Сюткин. Впрочем, кому пойти в команду, Анастасия думала недолго. Но сердце не подсказывает, что дальнейшее сотрудничество, работа мы продолжим с Валерием Сюткиным. Только Полина Гагарина проигнорировала голос нашей землячки. Анастасия из Абакана за плечами у нее два высших образования. Неоднократно участвовала в конкурсах красоты. А в 2015-м девушка боролась за победу в нашем конкурсе «Сибирь Суперстар». Дополнительный доход возможен без лишних затрат, времени и сил. При грамотном подходе деньги сами могут работать на их хозяина. Главное – доверить средства надежным специалистам, зарекомендовавшим себя на финансовом рынке региона. Лето закончилось, пора подумать о сбережениях. Можно долго откладывать на отдых мечты, а можно разово сделать сбережения, и они принесут деньги. В Хакасии есть финансовые кооперативы, при сотрудничестве с которыми чувствуешь уверенность. Но главное – с такими фирмами результат. Средства приумножаются без каких-либо дополнительных усилий. А многолетняя успешная работа кооператива и благодарные клиенты – это залог того, что размещая сбережения, вы делаете правильный выбор в пользу пассивного дохода. Сделать сбережения мне посоветовали мои друзья. У меня, конечно, было очень много вопросов. Я пришла в офис, менеджеры мне все разъяснили. И я поняла, что мои сбережения в надежном месте, и причем они приносят мне хороший дополнительный доход. Ведь деньги должны работать. Обратившись в наш офис или позвонив по номеру телефона, вам дадут подробную консультацию по поводу сбережений. Расскажут, какой процент по сбережениям, какие у нас гарантии, кто нас контролирует. А также можно ознакомиться с договором страхования. КПК «Финанс Инвест» предлагает сделать сбережения по 12,6% годовых. «Финанс Инвест», «Абакан», «Дружба народов 10». Пусть ваши деньги работают. 1 час 11 минут и 11 секунд. Столько времени простояли на гвоздях 90 человек в Санкт-Петербурге. Для фиксации рекорда страны по массовому стоянию на гвоздях. Среди участников была девушка из Абакана. Она до этого ни разу не стояла на гвоздях. Тем не менее, выдержала испытания. О погоде на завтра расскажем после информации от генерального спонсора прогноза погоды. Это магазин «Абаканский трикотаж». Магазин «Абаканский трикотаж» всегда заботится о вашем комфорте. И предлагает всем жителям Хакасии и Красноярского края одежду только из натуральных тканей. Для больших и маленьких уютные пижамы, домашние костюмчики и платья, халатики, футболки, маечки и шортики. Есть даже спортивные костюмы. По сезону придутся теплые толстовки, штанишки и водолазки. Удобные модели, яркие расцветки. 100% хлопок, высокое качество. Всегда приемлемые цены. «Абаканский трикотаж» работает в Абакане, Минусинске, Стоянногорске, Черногорске и Шушинском. Самолет с женщиной-пилотом на борту приземлился сегодня в Абакане. Сотрудники аэропорта в соцсетях назвали ее «пилотессой» и сообщили, что в этой авиакомпании 13 таких специалистов. Три из них – командиры воздушного судна. Существует мнение, что женские руки управляют самолетом мягче, чем мужские. Сейчас о погоде на завтра. В Абакане ночью минус 12, днем плюс 1, слабый ветер и без осадков. В Саиногорске в ночное время суток, днем плюс 2. Осадков синоптики не прогнозируют. Таким было начало рабочей недели. Ваши новости ждем в мессенджере, вутсап, вайбер или телеграм по номеру 8 923 020 77 00. Прикрепляйте фото и видео, звоните в редакцию 222 700. А на этом у меня все. До встречи. Новый квартал «Семь ключей». Тихий район. Уютный закрытый двор. Кирпичное исполнение наружных и внутренних стен. «Семь ключей». Место счастливой жизни. В магазине «Светофор» на Игарской 24А. Самокат для детей с лыжами 1066-80. Светильник детский светодиодный 162-60. Юбилейный тур народного артиста. 15 ноября. Владимир Винокур и его театр-породий выступят в Абаканском дворце молодежи. Билеты в кассе АДМ. Возрастное ограничение 12+. Возникли проблемы? Звоните. Найдем решение. Нотабене. 222 700. Здравствуйте. Это Нотабена. Нотабена. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...